У нас часто спрашивают, как моей дочери стать балериной. Поэтому мы сделали видео о том, кому подходит профессия, у кого получится стать балериной, что для этого необходимо и как подготовиться к профессиональной балетной жизни. Отвечать на вопрос лучше всего на примере. Мама и папа быстрее понимают, если мы говорим как будто о собственных детях. Что, если бы моя дочь все время танцевала, не отрываясь смотрела балеты. Что бы я тогда для нее сделал? В общем, это видео мы сделали так же. Представили, что у нас есть пятилетняя дочь, представили, что она замучила нас своими танцами и мы решили ей помочь. Итак, мы серьезно задумываемся о ее будущем в Большом театре. О чем-то меньшем думать не стоит, потому что уж если идти к цели, то к самой лучшей. Тем более в других театрах за заработная плата настолько мала, что мы просто не захотим такого будущего своему ребенку. Каков же будет наш первый шаг? С чего надо начать обучение? Мы всю жизнь в этой профессии, знаем все ходы и все решения. Поэтому сразу оговоримся. Начинать надо не с пяти лет, а гораздо раньше. Когда нашей девочке было около шести месяцев, мы всюду позволяли ей ползать. Ни капельки не ограничивали движение. Старались развивать мелкую моторику. В доме звучала музыка, причем и классическая, и популярная. Несколько позже мы учили будущую балерину есть не только ложкой, но и палочками. У нас даже получилось научить ее пользоваться палочками левой рукой, тогда как ложку она держала правой. Далее, отдавая девочку в первый детский сад, мы внимательно отнеслись к музыкально-танцевальной программе, проследили, чтобы были грамотные уроки ритмики. Если бы поблизости у нас такого детского сада не было, то мы бы нашли альтернативу. Например, совсем недалеко от нас есть секция эстетической гимнастики, куда берут девочек с трех лет. С советских времен еще остались детские танцевальные коллективы, в которых можно развивать ритмичность и танцевальность. В общем, варианты есть. Главное, чтобы в таком коллективе были выступления и доброжелательные педагоги. Совершенно точно надо обходить стороной частные балетные школы. Дело в том, что система в них построена на заработке, и детские балетные уроки – это основной поток денег. В группах максимальное количество девочек и недорогой педагог. В бюджетных организациях история другая. Например, если сравнить детский ансамбль имени Локтева и любую балетную студию рядом с домом, то выбор однозначно должен пасть на старый государственный коллектив. В защиту же частных балетных студий скажу, что они прекрасны, когда нужны общеразвивающие программы, когда не нужен серьезный подход с подготовкой к профессиональному будущему. Дома мы постоянно растягиваем ребенка. Каждый день девочка работает над гибкостью, выворотностью, шагом, и при этом она получает от этого удовольствие. Все это необходимо, как задело для поступления в балетную школу и дальнейшей карьеры. С самого начала мы присматриваемся к пропорциям ребенка. Небольшая ли голова, не короткие ли ноги и руки, пропорциональны ли остальным частям тела торс. От хороших пропорций будет зависеть амплуа будущей балерины. Если звезды нам улыбнулись, если все сложилось более чем удачно, то девочка может стать классической танцовщицей. Если же есть изъяны, то все равно у нас будет шанс. В спектаклях есть характерные роли, есть народно-сценические танцы, они тоже афишные. Да и в кардебалет попасть тоже совсем неплохо. Но для этого придется незаметно контролировать и направлять жизненные взгляды ребенка. Хотя до этого еще далеко. Ведь впереди поступление в профессиональную балетную школу. Конечно, задолго до поступления мы сами начнем со своим ребенком разучивать все балетные основы. История хореографического образования говорит о том, что правильнее начинать в 10-11 лет. Да, это так. Именно в этом возрасте дети начинают осознанно относиться к профессиональным требованиям. Понимают, что там у них рука, там нога, а там голова. И в определенный момент все это должно действовать слаженно. Но во всем мире уже довольно давно дети начинают показывать очень приличные результаты гораздо раньше этого возраста. В Азии 11-летние девочки настолько хорошо танцуют балетные вариации, что могут посоперничать с некоторыми артистами. Все знают знаменитого Даниила Симкина, которого гениально выучила собственная мама, и начали они не в 11 лет. Даниил знаменит не только своими прекрасными танцами, а еще и тем, что не обучался в балетной школе. Каждый день его мама, Ольга Александрова, давала мальчику уроки и подготавливала к балетным конкурсам. С 13 по 19 лет Симкины прошли 10 конкурсов от Перми до Джексона и везде получали первые премии Гранд-при. Мы еще вернемся к Даниилу и его профессиональной карьере, а пока наши девочки надо поступить в профессиональную балетную школу. Как мы ее выберем? Куда отдадим ребенка? Все зависит от способностей. Если девочка действительно хороша, то ее возьмут в любое учебное заведение. От Вагановской академии до школы Гранда Перра или Ла Скала. Если она не очень, то отдадим туда, куда возьмут. То есть будем проходить вступительные испытания и ждать результаты. Но все же предположим, что наш ребенок действительно талантлив и у нее нет изъянов. Ведь большинство родителей именно так и считают. В какую балетную школу мы направим ее? А вот это совсем не важно. Важно только одно, кто будет ее первым педагогом классического танца. Нам обязательно надо найти лучшего. Сегодня в системе балетного образования не осталось мастеров, которые ведут детей от первого класса до выпускного. В основном педагоги делятся на три уровня обучения. Начальное, среднее и старшее. Педагог каждого этапа ценен, но именно начальные и средние этапы особенно важны. Причем от качества обучения будет зависеть не только карьера, но и здоровье. Потому что буквально за один год неопытный педагог может разрушить жизнь будущей балерины. Как найти хорошего педагога? Тема отдельного видео, но общих рецептов нет. Нам, как небезразличным родителям, надо будет задолго и очень тщательно собирать информацию. Слава богу, доступны сайты школ, театров, личные страницы в социальных сетях практически любой балерины и даже звезд. Выписывайте имена педагогов, собирайте статистику, стройте педагогическую историю, кто у кого учился и куда ведут корни. Кто-то спросит, а почему так важны педагогические корни? Ответ прост. Балетные знания передаются из уст в уста. Я не знаю ни одного хорошего педагога, кто выучился бы по книгам. Еще одна важная мысль. Есть большие различия в начинающих и опытных преподавателях. У молодых много энтузиазма, много сил, много тщеславия, и это им здорово помогает, но у таких учителей нет опыта, они не знают, как вести своих подопечных. Вспоминаю рассказ Петра Антоновичу Пестова про Тарасова. В первый год работы на урок к молодому преподавателю зашел художественный руководитель. Посмотрел, что делается и спросил, что же у ваших учеников ничего не получается? Тарасов ответил, что не получается я и сам вижу. Вы мне лучше подскажите, как научить. Один из моих добрых наставников, Леонид Тимофеевич Данов, говорил, что я начну по-настоящему преподавать только через 15 лет практики. Это как у докторов, про которых в старину говорили. Пока кладбище не зароет, лечить не начнет. Про само поступление я говорить не буду. Каждый случай уникален, и многое зависит от линий судьбы. Но предположим, что наша девочка поступила и начала учиться. Здесь мы будем внимательно следить за ней каждый день и продолжать дополнительно заниматься дома растяжкой, музыкой. И вы, может быть, удивитесь всеми академическими предметами. Дело в том, что для успешной карьеры очень важно быть отличницей, быть умной и образованной, быть эрудированной не только в истории балета, но и в литературе и в музыке. Казалось бы, очевидный вопрос, но большинство родителей, однажды сдав ребенка в балетную академию, перестают серьезно контролировать процесс обучения. А зря. Нередки случаи, когда балетные студенты просто не идут сдавать ЕГЭ, заранее зная, что не справятся. В школьной жизни много подводных камней. Своей воображаемой дочери я буду объяснять, что надо обязательно быть приветливой, внимательной и культурной. Никогда не забуду, как из-за того, что не поздоровывался с кем-то из администрации, меня не поставили выступать на целый ряд концертов. Как из-за недолжного поведения не взяли на гастроли за границу. Девочке надо обязательно участвовать во всевозможных концертах, выступлениях и театральных спектаклях. В какой-то школе, чтобы участвовать, достаточно быть талантливой и просто хорошей ученицей. А в какой-то родителям приходится налаживать отношения с ответственными за эту деятельность, и тогда есть шанс, что ребенок будет танцевать. Я сам когда-то учил класс, студенты которого до моего прихода ни разу не выходили на сцену. Потом, несмотря на то, что школы против, надо обязательно участвовать в балетных конкурсах. Некоторые академии едут только туда, где им обещают первые премии и гранд-при. Другие школы просто боятся отпускать студентов, чтобы не потерять хороших детей. Дело в том, что в жюри сидят руководители из конкурирующих заведений, и, конечно, забыв про этику, они будут переманивать будущих балерин. Многие руководители не хотят открывать этот ящик Пандоры, чтобы все студенты не ломанулись завоевывать балетный Олимп и случаем не продемонстрировали настоящий уровень обучения. Здесь вновь надо вспомнить Даниила Симкина. Я лично видел его выступление на балетном конкурсе, когда он был еще совсем ребенком. Видел, как бережно вела его мама, как она его готовила. Надо отдать ей должное, она блестящий педагог. Мальчик не выглядел зажатым, как большинство балетных детей. В нем была какая-то легкость и уверенность в том, что он делает, и в том, что он приехал за золотой медалью. В тот момент у меня возникла мысль, а нужен ли теперь этот невероятно разросшийся комплекс из всевозможных дисциплин, если такое точечное и индивидуальное обучение приносит потрясающие плоды. Мальчик не изучал исторические, дуэтные, характерные танцы, и при этом не только стал победителем множества состязаний, не только стал ведущим солистом одной из лучших балетных трупп, но и яркой звездой современного балета. Предположим, что все складывается удачно. Девочка прекрасно выучена, талантлива, педагоги ее любят, администрация и замечена, во всех спектаклях она участвует, что же дальше? А дальше надо брать частные уроки у педагогов Большого театра. Возможно, их мнение будет учитываться, когда наступит время выпуска. Все каникулы надо обязательно заниматься и очень много. Надо все время ходить на театральные уроки, надо быть замеченной. Последняя важная деталь, касающаяся теперь даже нас, тех, кто уже не танцует. Современный мир не существует без медийного пространства, и артист должен и его завоевать. Надо учиться делать фотографии и короткие видео, надо знать два иностранных языка, надо писать хотя бы и не длинные, но и интересные тексты. Реальность такова, что театрам надо продавать зрительный зал, а сегодняшние инстаграм-балерины и танцовщики могут отчасти это сделать. Поэтому к финалу обучения у девочки уже должна быть своя аудитория, с которой она постоянно общается, рассказывает о перипетиях своей профессии и жизни. Все это огромный труд, и трудиться будет не только ребенок, но и мы. Мы будем вдохновлять, помогать, возить на конкурсы, мастер-классы и летнее обучение. Мы будем связываться с педагогами и учиться вести инстаграм и YouTube. Все это будем делать мы для своей дочери. Слава Богу, она у нас воображаемая.